денис приветствую тебя привет всем традиционный для четверга эфир как и всегда обсуждаем рынки технически фундаментально смотрим на ключевые фундаментальные события говорим о самых интересных из них эта неделя точно интересная потому что завтра но он фарм пэрлс по сути вчера были важные релизы отчеты дипи который обычно является предшествующим перед выходом официальной статистики но он фарм пэрлс и показатель по ввп сша который сильно разочаровал и соответственно мы могли убедиться в том что фундаментальный фон сша остается таким же печально мрачным наверное как он и был некоторое время назад но почему-то многие отказывались ведь то что штатах по-прежнему все не очень плане состояния экономического мы кстати говорили об этих проблемах сша с тобой еще за ранее до выхода этих релизов поэтому когда обрисовывали перспективу доллара как раз и делали акцент на то что вот эта эйфория которая присутствовала на рынке связанные с активными покупками американского доллара она была больше связана с тем что рынок но надеялся хотел наверное верить то что фрс будет активно дальше повышать ключевой процентной ставки и может быть в ноябре там и после этого хотя теперь после выхода слабых отчетов остановится очевидно что фрс с большой долей вероятности оставить ставку на на прежнем уровне так дениса с картинкой с качеством звука все нормально если что тогда скажешь должны так ну раз уж мы затронули тему индекса доллара я предлагаю тогда перейти к демонстрации экрана и начать с этого инструмент сегодня потому что всегда мы делали акцент на то что происходит с этим активом и сегодняшний день не исключение текущей котировки 103.23 не удалось индексу доллара прорваться выше уровня 104 50 напомню что распродажи сначала начались после того как стало ясно что фундаментальный фон продолжает ухудшаться с прошлой недели это слабо релизы по индексам пмай производственного сектора сферы услуг на этой неделе а кстати на прошлое еще были слабые данные по заказам товара длительного пользования на этой неделе крайне низкие показатели по свободным по числу открытых вакансий вчерашние данные дипи 177 тысяч новых рабочих мест это хуже прогноза и в два раза хуже чем значение которое мы видели два месяца назад хочу отметить что если мы увидим похожую цифру от non-farm пирл завтра это будет означать что мы фактически свидетели очевидного и явного очень значительного охлаждения американского рынка труда потому что сто семьдесят сто восемьдесят тысяч это минимальные показатели аж с 2021 года но кто-то еще пытает иллюзию о том что все неплохо в американской экономике я рекомендую друзья переосмыслите вашу точку зрения посмотрите на цифры которые говорят совершенно об обратно показатели ввп второй квартал но оценка как бы с замахом еще на годовую перспективу для целых одна десятая процента снижение со 2,4 процента вчера когда вышли эти данные мы тут же увидели обвал доходности американских облигаций поскольку рынок начал сокращать снижать свою уверенность в том что фрс будет ужесточать монетарную политику на сентябрь ну в принципе заранее было понятно что в сентябре ставку не повысят ожидали повышение ставки в ноябре и буквально до выхода данных по и дп и ввп вероятность повышения ставки была там броне 43 44 процентов сейчас она снизилась до 38 39 процентов и если но он фармы завтра также разочарует то я думаю что эта вероятность припадет процентов тогда 30 и нужно как бы реагировать на то что происходит с фундаментальным фоном сша и понимать что таких условиях доллар сейчас очевидно лишён каких-либо факторов роста но может быть какие-то технические паттерны удастся найти чтобы оправдать развитие восходящей динамики но я все-таки смотрю на долгосрок и долгосрочная вижу американскую валюту ниже текущих уровней ждем нонфармы и еще 13 сентября будет отчет по инфляции там по прогнозам скорее всего мы увидим новые минимумы по индексу потребительских цен что же окончательно закроет вопрос тем что к дизеру пора завершать текущий цикл ужесточения монетарной политики по золоту предсказуемый рост учитывая то что происходит с долларом хочу также отметить что по золото в пользу покупки этого актива сейчас говорит треничный сантимент причем показатели зашкаливают экстремальное значение 80 процентов трейдеров даже 81 процент трейдеров сейчас коротких позициях продажа рынок двигается против толпы опирается как раз на слабость доллара на снижение доходности американских облигаций это скажем так системные факторы для золота с обратной корреляции то есть если снижается доходность американских облигаций золото становится более привлекательным для инвесторов которые начинают перетягивать свои портфели добавлять рынок драгоценных металлов в них и выбирая между защитными инструментами конечно же золото всегда пользуется спросом если что-то происходит негативно с американскими облигациями ранее уже мы видели прям то что эта теория действительно работает даже не теории это но факт то есть когда золото на неделю назад по сути обновила минимум 1882 доллара за тройскую сумму доходности десятилетних облигаций были на пиках причем многолетних 433 это максимум с 2008 года сейчас ситуация обратная рынок долго валится и золото на этом фоне выигрывает так я бы еще даже сказал что на следующую неделю еще одним фактором поддержки для золота может стать отчет американской комиссии по торговле товарными фьючерсами он правда выйдет вечером в пятницу но думаю что когда золото растет это отчасти также связано с тем что институционалы начинают заходить этот рынок что и подстегивает интерес к металлу поэтому здесь мое мнение денис я бы уже метил на совсем такие вызывающие цели это 1980 и 2000 долларов за тройскую сумму почему бы и нет так можно еще рынок нефти посмотреть текущие котировки 85 долларов за баррель сегодня вышли данные по китаю я их ждал потому что хотелось чуть обновить новостной фон связан с китайской экономики и по отчетам сейчас у меня прям открыт уровень дел активности производственном секторе 49 и 7 это лучше чем прогноз который был 49 и 4 это лучше чем значение двухмесячной давности когда был показатель 49 и 3 но я признаю 49 и 7 это ниже 50 то есть по идее в зоне спада мы еще находимся но в любом случае прежде чем выбраться на положительную территорию конечно же нужно пройти какую-то ступень еще будет в этой зоне спада и приблизиться к этому пограничному уровню 50 чтобы потом его преодолеть поэтому в этом релизе я вижу все-таки больше позитива и хорошо потому что я искал позитив потому что очень хочется купить рынок нефти я собственно рекомендую это делать сейчас может быть рискованно вблизи круглой цифры 85 проявляет торговую активность но у нас сейчас помимо более-менее нормальных данных по китаю в сфере услуг кстати осталось в зоне роста 51 пункт есть еще а фон связанный с штормом или можно уже даже сказать ураганом и далее а который вот-вот обрушится на восточное побережье и данные по запасам нефти сша на прошлой неделе они снизились причем резко на 10 с половиной миллионов баррелей поэтому фундаментальный фон точно на стороне покупателей добавляем еще и слабость доллара и может быть вот где-то точнее начало уже вот этого локального как а срочного тренда была заложена еще в конце прошлой неделе но допускаю что этот рост может продолжиться с целями 88 90 долларов за баррель если настроение не изменится куда скорее всего и придем так денис слово тебе я что дополнить особенно по более таким вот краткосрочно уточненным моментом значит буду фунта он пришел как раз на свое локальное сопротивление которое очень классно сочетается у нас с профилем всего полностью падения то есть это сильнейшего четко виден этот профиль здесь находится и контрактный деплок вот и так как у нас экспирация будет уже через пару недель по фьючер здесь у нас следующая значит цена пришла в зону опционного спреда в зону продавцов предыдущих которая уже в принципе отрабатывала и плюс объема поэтому я лично ожидаю что локальный отскок нам отсюда дадут единственный вопрос насколько он был глубокий дело в том что изначально я оценивал что на этой неделе попытаются добить в район там где-то 24 с половиной а потом уже там смотрел бы что что нам дальше нарисуют вот но по факту как бы пока еще сюда до боя не было это хеджевая зона могут добивать могут и нет то есть это не является целью но вот эти вот объемы которые заходили вот в прошлую пятницу и также позавчера получается во вторник 29 числа то здесь объем весьма значимый был именно по по вертикалям на часовом на четырехчасовом графиках и получили хорошее проталкивание вверх то есть чаще всего при таком проталкивании это означает что дальнейшая тенденция у нас будет уже меняться то есть это если смотреть по фунту например это самый крупный объем который у нас был вообще проторгован за все вот это поделение поэтому у меня складывается впечатление что здесь уже готовят нам потихоньку вот такую разворотку можно даже трендовую накинуть еще вниз она пока еще не пробита и прямо сейчас от нее формируется отскок но когда ее пробьют это уже будет с очень большой вероятностью означает что тренд меняет свое направление вот но пока что все-таки коррекционно смотрю и после коррекции уже буду оценивать на действительно возможный дальнейший отскок вверх что касается индекса доллара мне честно у меня просто уже вот этот момент иногда бывает подбешивая когда цена подходит и просто не добивая до уровня что здесь не добили до прошлого уровня что здесь пока что у нас тоже не добивая до прошлого уровня до фундаментальное прекрасно понимаю чем ты говоришь и с этим согласен и рецессию также правда в следующем году скорее всего где-то вот ближе к осени вспоминая просто 2008 год вот и здесь соответственно думаю что у нас хотелось бы конечно хотелось бы увидеть локальную такого добой вверх то есть важным значимым уровням потому что ну с текущих развернуть теоретически могут как по мне просто как слабовато выглядит единственная вещь которая меня смущает в плане возможного добой вверх это вот те объемы которые проходили фактически кульминации локальные которые были по евро по фунту и по сути по всем остальным инструментом вот они прям немножко меня смущает в этом случае поэтому сто четыре с половиной в идеале бы протестировать и потом пойти на коррекцию сформировать общий такого более крупный паттерн перепозиционирования который в дальнейшем достаточно большая перспектива пойдет вверх на обновление но это перспектива уже аж до конца года что касается золота я согласен с восходящими ценами и это вполне логично потому что ранее когда мы с тобой золото рассматривали здесь как раз она находилась в районе локально достаточно сильной поддержки то есть если более глобально посмотреть то у нас получается что через ложные пробои цена ну прям очень любит двигаться и сейчас вот при проходе вверх у нас видно хорошие такие заливки по опционам здесь делались и в том числе более такие стратегические уровни я бы сказал что находится в районе 1990 сможет ли туда дойти цена а что собственно и мешает особо ничего подтверждение для разворота у нас как минимум локальное тоже было сделано поэтому я лично за то что движение вверх у нас продолжится единство только там через локальный отспок то есть вот эта вот область если попытаться очертить это где-то 1925 1915 это вот основная часть там где сейчас находится контрактный депо если сюда сможет откорректироваться то у нас будет что-то наподобие вот такого движения то есть это самая классная комбинация тем более верху уже начали заливать здесь точный крупный объем мы его хорошо видим здесь вот если бы точным по цифрам 1829 лотов это немало на самом деле для золота и предыдущие такие вот объемы они давали как раз как минимум локальные оскоки то есть на коррекцию коррекционные оскоки они действительно давали и с учетом того что основные объемы здесь были откупные и также вот на проталкивание вверх то приоритетное движение я выставляю все в плане роста падение само было абсолютно среднестатистических объемах которые вообще не выделяются никак и спокойненько может дальше пойти вверх вопрос лишь том будет ли вот это вот коррекция так и по поводу нефти а нефть я еще из прошлой недели как рассмотрел на покупку вот сейчас покупки я уже не держу потому что возле локального сопротивления и здесь новые покупки будут открывать только после коррекции так как у меня нефть марки в этой поэтому котировки у нас будут немножко отличаться и здесь в общем основная суть значит во первых у нас тренд восходящий то есть думаю с этим никто спорить не будет тренд восходящий при этом у нас есть при движении вниз во первых пробой трендовое сопротивление что уже характеризуется возможное окончание вот этой коррекции и плюс к этому у нас есть еще локальный паттерн перекрытия сегмента то есть у нас вот левый сегмент накопления ложный пробой вниз полное перекрытие вверх и формирование вот если у нас будет формирование правого сегмента накопления то он будет выглядеть вот таким вот образом то есть коррекция вниз здесь даже вот в стакане ордеров есть в пяти заявках 209 лотов то есть значимый объем для нефти и затем продолжение роста самая ближайшая цель у нас вот на вот этом сопротивлении в районе там 84 80 поэтому я тоже самое за продолжение роста просто с текущей конечно немного рисков могут пойти и без коррекции но лучшие коррекции в этой это где-то вот в районе 80 там плюс минус 50 центов но для такой диапазон очень классный и надо действительно дальнейшего сопоопценно там стратегический рост вплоть до доходит в район 90 то есть здесь вот закладывать смотрю правда с ближайшей экспирации но эта экспирация через две недели будет может ли дойти через две недели в район 90 сомневаюсь а вот в район приблизительно там восьмидесяти восьми туда вполне так что нефть я тоже самое за рост как и золото но если только через локальную такие вот откаты скорее всего будет двигаться денис спасибо тебе за рекомендации за точку зрения следим ждем нонфармы опять же это источник получено в латинисти точно внесет свой вклад в заточную динамику всех инструментов абсолютно всех без изменения без исключения и через неделю до с тобой обсудим уже что изменится вернемся к тем инструментом о которых мы сегодня говорили потому что я думаю что это самое интересное активы которые сейчас на рынке то есть в плане развития трендовой динамики опирающийся какой-то новостной фон тебе этого денис хорошего закрытия недели и классных выходных спасибо и тебе спасибо всем отличных наступающим все таки четверг это маленькая пятница пятница это уже практически суббота всем спасибо пока пока